В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность. Почему именно эта дата фигурирует? Потому что в нашем распоряжении, в распоряжении органов пенсионного фонда есть сведения о работающих либо неработающих граждан, которые нам подают работодатели ежеквартально. Вот последний такой отчет, который сдавали работодатели, он зафиксирован на 30 сентября 2015 года. Следующий отчет за 4 квартал 2015 года работодатели по закону обязаны будут представить только в 2016 году, когда уже пройдет индексация пенсий. Поэтому законодатель определил, что вот в этот переходный период с 1 октября 2015 года до 31 марта 2016 года, в случае, если пенсионер уволился с работы или наоборот устроился на работу, у него есть возможность уведомить пенсионный фонд по своему личному заявлению без сведений работодателя. То есть, уточняют сотрудники пенсионного фонда, доплаток пенсии в виде индексации для таких неработающих граждан автоматически начислено не будет. Актуально сейчас обратить внимание пенсионеров, которые уволились с 1 октября, получается, по 31 декабря 2015 года с работы. То есть у них поменялся статус, но пока этих сведений у нас нет. Таким пенсионерам необходимо обязательно обратиться в клиентские службы, написать заявление по установленной форме. Эта форма разработана, она есть, в принципе, выложена на сайте ПФР. Если кто-то желает, он может лично ознакомиться и распечатать эту форму. Они, эти заявления, есть в бланке в наших клиентских службах. То есть пишется заявление по установленной форме и также к заявлению прикладываются документы, подтверждающие увольнение с работы, либо прекращение трудовой деятельности. Такие заявления можно будет подавать до 1 июня 2016 года. То есть кто-то же и в первом квартале 2016 года будет увольняться. Поэтому до 1 июня 2016 года такие заявления будут приниматься и обрабатываться. Немаловажное значение имеет срок подачи заявления. На это также стоит обратить внимание неработающим пенсионерам. После того, как пенсионер уволился с работы, он уже приобретает право на проиндексированный размер пенсии. Но этот проиндексированный размер пенсии будет платиться с 1 числа месяца, следующего после месяца подачи заявления. То есть если заявление такое пенсионер подает в январе, значит с 1 февраля будет индексация. Если вдруг пенсионер увольняется в феврале и пишет соответствующее заявление, значит проиндексированный размер пенсии будет выплачиваться только с 1 марта 2016 года. То есть здесь будет фиксироваться обязательно дата подачи заявления. Если же пенсионер уволился в сентябре, ну не в сентябре, в октябре, к примеру, да, если пенсионер уволился в октябре и подает заявление в феврале, то перерасчет ему будет произведен с 1 марта, со следующего месяца после подачи заявления. Для граждан категории самозанятого населения иные сроки подачи соответствующего заявления. Это индивидуальные предприниматели, это нотариусы, это адвокаты. Вот у этих категорий граждан дата проверки их трудофакта, являются ли они работающими, либо не работающими, будет зафиксирована 31 декабря 2015 года. Также в соответствии с действующим законодательством, если по состоянию на 31 декабря 2015 года гражданин из категории самозанятого населения будет состоять на учете в пенсионном фонде, даже если он прекратил деятельность раньше, значит он будет начислиться работающим пенсионером. Следующее, на что также следует обратить внимание, что для неработающих пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не работали и продолжают не работать, с 1 февраля 2016 года мы проиндексируем пенсии в беззаявительном порядке на 4%. Таким образом, подавать в пенсионный фонд заявления нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую деятельность в 4 квартале 2015 года или 1 квартале 2016 года. Неработающим пенсионерам других категорий заявления подавать не нужно. Кроме того, у нас есть такая категория, как получатели государственных пенсий. Государственные пенсии будут индексироваться на 4%, предварительно пока на 4% с 1 апреля 2016 года, независимо от факта работы. То есть факт работы будет влиять на индексацию пенсий только получателей страховых пенсий, трудовых. Они ранее были трудовые, сейчас по новому законодательству они называются страховые пенсии. То есть тем гражданам, у которых пенсии назначены с учетом их стажа и заработка. Если получает пенсионер государственную пенсию, то она индексируется независимо от факта работы. 1 августа произойдет традиционное увеличение страховых пенсий работающим пенсионерам. Однако в нынешнем году она пройдет в иной, чем ранней форме. В новом законе стоит ограничение, что увеличение вот этих страховых пенсий будет произведено в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного балла на сегодняшний день составляет 71 рубль 40 копеек. И, соответственно, вот это ограничение в три пенсионных балла в настоящее время в законе закреплено. И поэтому на 1 августа мы уже ориентируем работающих пенсионеров на эту норму. Новую норму, которая ранее в ранее действующем законе не была. Со второго квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность. И факт осуществления работы будет автоматически определяться пенсионным фондом на основании ежемесячных данных работодателей. Поэтому необходимость в подаче заявлений, уведомляющих о прекращении трудовой деятельности, отпадет. Редактор субтитров А.Семкин